приветствую любители аудио коллекционеров музыки на физических носителях физический носитель по-прежнему остается единственным весомым поводом собирать коллекции из аудио концертов в общем-то сегодня кажется что все можно хранить в сети зачем это нужно но ребята нужный момент неожиданно оказывается что ценность физических носителей она никуда не делась и хранение в сети это эфемерное обладание какой-то вещью и когда вы захотите прослушать свой любимый альбом может оказаться что угодно кончилась подписка этот материал удален сервера по требованию правообладателей потому что закончились лицензии и так далее и постепенно может прийти к тому что просто вы не можете насладиться своей любимой музыкой например ребята вот пример из области компьютерных игр существовало множество компаний которые разрабатывали компьютерные игры и и конкретно на приставке xbox 360 выходило достаточно много высококлассных игр которые сегодня с удовольствием можно играть но когда для совместимости с новым поколением приставок компания microsoft разработчик этой приставки свою новую версию xbox one решила добавить обратную совместимость то есть эмулятор который бы запускал эти игры выяснилось что конечно же нужно получить права чтобы это сделать и вот в этот момент выяснилось что многие компании которые разрабатывали эту игру ту или иную игру они не существуют найти их невозможно если можно найти то там непонятно кому права эти реально принадлежат и так далее так далее со всеми договориться невозможно и оказалось что по сути игры начинают быть утеряны если бы не осталось физических носителей эти игры нельзя увидеть нельзя поиграть когда вы приобретаете физический носитель с игрой с музыкой с фильмом вы оставляете все твердую копию когда который всегда будет у вас и она будет всегда иметь ценность есть очень много фильмов которые просто исчезли вы их никогда не найдете в сети интернет потому что они остались только в коллекции греть на видео кассете например далеко не все с видео кассет наследие кинематографа например да она перекочевала на какие-то более современные форматы на дивиде или на блюрей вот и телес лазер дисков очень много вещей осталось только на лазер диска за счет и того что именно были лицензионные ограничения или невозможность узнать кому принадлежат права на эти вещи если вы не знаете кому принадлежат права это не значит что вы можете просто взять и это использовать и распространить и так далее поэтому очень много в мире исчезает прекрасных вещей из-за того что нету либо физических носителей либо с прогрессом это все заменяется 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 на какое-то эфемерное вот это вот цифровое облако которое сегодня и завтра нет сегодня все любители игр радуются и пользуются steam покупает там игры а завтра обрушение от игрового мира достаточно лишь того чтобы как бы руководитель компании валв просто сказала ребята всем спасибо что вы были с нами но сервера закрываются и все и окажется что все исчезло все исчезло вот то есть поэтому физические носители даже на этом уровне очень важны а а сегодня я хочу поделиться вот с вами своими покупками подарками которые мне сделали подписчики youtube канал вокруг стерео в общем сегодня приятное такое вот делаю и начнем мы с диска сидит диска это группа центр василий шумов электронное видео шоу очень ребята чтобы покупку этого диска я обосновывал тем что я посмотрел список песен а здесь у нас поздно флаг воины во все стороны формула успеха черное платье вдовы вот и на эпопея труда но мэнс но темный угол келтона движение в общем ребята из этих песен конечно же тут супер хит это флаг без всяких сомнений вот и ну вообще я группы центр люблю вспомним бабушек вспомним девушек сравнимых современными парнями и девушками дружба дружба в общем это все замечательно но вот данный диск меня достаточно сильно разочаровал по качеству записи честно говоря у меня была эта запись может из другого мастеринга конкретно песни флага было все достаточно неплохо но когда я включил этот диск на сиди проигрыватели я думал что там вообще что-то такой с механической лист вернее с электронной поломкой может там неправильно как-то битрейт определился потому что какой-то виск треск там а это оказывается первая песня у нас так начинается ну ладно но сведение таково что ну это просто как какой-то кошмар это слушать невозможно я голос не слышу он просто куда-то провален то есть ужасно насладиться не получится то есть замечательная песня но запись это просто капец это слов нет в общем поэтому для коллекции да можно но чтобы прослушивать нет и это невозможно прослушивать так следующий диск это я взял адель 21 ну я думаю не стоит рассказывать любителям такой музыки но честно говоря мне у адель нравится больше другие альбомы и большей степени для большинства конечно адели стала знаменита после того как вот исполнила песню для бандианы skyfall по ее наверное звездный час в принципе я не говорю о том что она была неизвестна я говорю что звездный час наступил потому что они узнали не только любители джаза а весь мир узнал и услышал эту песню то есть это мне кажется колоссальное просто признание произошло именно вот благодаря этому а в этом альбоме нет skyfall конечно же вот это просто классическая адель следующий очень интересный вариант диск ребята я купила кипелов звезды и крест звезды и кресты арию я очень люблю я начал ее слушать еще с первых альбомов но не прям совсем с первых да и впервые я ее когда послушал это наверное был 87 год потому что вышел только новый альбом герой асфальта асфальта это был магнит альбом еще не пластинка я купил катушку катушку маленькую ну тоже денег было ограничено я купил тридцать семьдесят пяти метровую катушку на одной стороне была ария герой асфальта асфальта а на другой стороне была алиса блокада ну да это 87 год и ребята я когда включил альбом арии герой асфальта мне все раз как рассказывали ребята что там так круто вообще так круто вот я включаю этот альбом и начинает играть опера санта лючия у меня просто все упало я думаю такие деньги отвалил за оперу классно там поют прям расстроился но него невыносимо пока слушал вот начало альбом ну и тут вдруг что-то происходит да там как будто магнитофон стал тянуть и как пошел хэви металл такой прекрасный ну и после этого я конечно в арию влюбился а вокал кипелова это ну просто он шедеврален и когда в общем-то ария как таковая развалилась я считаю что ария была именно с кипелом а группа которая сейчас ее стоило бы по-другому назвать потому что к арии она ну не имеет отношения ария это кипелов однозначно а с другой стороны в мировой практике ну сплошь и рядом такое например Black Sabbath там кто только не пел да и Дио пел и Озик пел или там другие группы там тоже часто ну тот же Джудас Акцепт да Акцепт я тоже считаю что как бы ему стоило бы был Акцепт с Суда Диркшнайдером а потом уже это что-то не то поэтому ну это мое личное субъективное ощущение мои впечатления я как бы так просто считаю что по справедливости группа получившая мировую известность благодаря вокалу а в рок-группе ребята что бы не говорили но в рок-группах самое важное это конечно вокал без вокала группа не состоится это невозможно и когда мы посмотрим самые лучшие группы все ну нет таких групп которые классно играют и они супер знаменитые а вокал там фиговый нет в первую очередь обращать внимание на вокал конечно классно послушать вот эти все ритмические сбивки мастерство гитаристов это все замечательно но если там после этого слабенький голосок выскочит то это никто слушать не будет поэтому фронтменом группы является вокалист в том плане что именно из-за него благодаря ему слушают группу ну например ACDC да там у них узнаваем стиль но в первую очередь это вокал King Diamond это вокал Уда Диркшнайдер группа ACCEPT это вокал Halloween это вокал Gamma Ray это вот вокал был бы другой вокал уже все нет такого успеха все не получилось Bon Jovi это вокал и так далее ну можно бесконечно повторять эту мантру но это самое важное и когда вы лишаетесь вокалиста мне кажется самое честное это просто создать другой коллектив но видно здесь уже играет играет роль не искусство а музыка это искусство а деньги просто не раскручивать с нуля новую группу это сложно да поэтому вот так происходит и вот честно говоря после того как Ария стала без Кипелова я ее не стал слушать ну по разным причинам во-первых первые альбомы мастера мне показались крайне примитивными ну в то же время выходил альбом группу шах террор коллекшн который был на голову выше и так далее и первые вокалы я когда пытался слушать Арию ну там был просто какой-то ужас и кошмар ну никак это не да ребята а что говорить в конце концов вот было концерт по-моему 20 лет что ли герой асфальт или что-то такое или Ария я не помню в общем как это называлось какой-то юбилейный был концерт и первую часть концерта играла как раз Ария ну не Ария а Ария которая современная без Кипелова и да там люди кричали как бы радовались музыки да круто все классно но во второй части вдруг выходит Кипелов в этот же состав и начиная с героя асфальта вы бы посмотрели что стало твориться просто там сразу видно что Ария с Кипеловым это ну просто на голову другой популярности коллектив совершенно другой люди были просто в экстазе там в восторге в неописуемом ну и по бокальной части по всем ну там в сто раз лучше было просто в сто раз лучше вот но так получилось что раз Ария вот в моих глазах стала уже не тем поэтому я в общем то как-то и упустил что Кипелов он сам выпускает концерты но он очень редко раз в 5-6 лет выпускает и тут смотрю вот есть такой альбом звезды и кресты также я еще прочитал что это последний альбом и я подумал что это прям новинка вот на самом деле он оказывается 2017 года но так как я как объяснил не следил поэтому ну я подумал что это новинка и думаю ладно куплю попробую очень красивое издание ребята очень красивое здесь книжечка роскошная вложенная с текстами песен то есть прекрасная печать полиграфия очень все хорошо и вот я включил этот альбом и ребята я понял что я побегу и куплю предыдущие альбомы которые я пропустил ну там предыдущий был жизнь вопреки или жить вопреки и еще там какой-то их всего вроде бы три альбома вот но это я сразу понял почему я люблю вокалки пелова некоторые говорят что мэтр сдал уже не так поет знаете ребята мне кажется вопрос вообще не в этом на мой взгляд он пел отлично но здесь мастеринг другой на мой взгляд это голос неправильно записали потому что он просто в каком-то космическом вакууме записан без реверберационных эффектов то есть как будто он был не в помещении а просто вот в каком-то вакууме спел буквально поэтому нету восприятия такого как ну обычно на другие записи берешь ну там он прям такой льется здесь он так же поет но это вот такой эффект когда ну вот просто на петличку свой голос запишите без эхо без ощущения комнаты да и быть то же самое сухо как-то неинтересно в этом плане а он прекрасно поет но вот вокал немножко неправильно записали на мой взгляд я не звукорежиссер но как слушатель у меня сложилось такое немножко впечатление поэтому лучше бы как и раньше записывали вокал а что касается силы голоса то я не увидел никаких деградаций прекрасно спи это великолепно я прямо вот на одном дыхании все слушал очень все понравилось ну я как уже сказал я вот в ближайшее время при возможности я куплю предшествующие альбомы это очень круто вот поэтому если любите хэви метал советую советую из хэви метал которые последнее время выходили на CD очень советую круиз 1 и очень советую вот кипелого взять обязательно хотел бы я еще конечно черный кофе варшавского переступил порог например альбом вольному воля я не видел таких дисков сейчас в продаже к сожалению также вот сразу скажу если бы август например выпустили те старые альбомы по новой но тут не перепели а как бы именно те альбомы то я тоже с огромным удовольствием бы купил себе очень хорошие были там ответный август ответный удар август демон потрясающий альбом так и дальше ребята я покажу тоже небольшие мои покупки я сделал в местном магазинчике это я купил Бонни Тайлер это сборник песня потрясающая ну самое лучшее что есть у Бонни Тайлер она классно поет классная музыка просто замечательно я ее послушал думаю не зря купил потрясающе да тут все самые ее известные самые любимые песни у многих людей вот именно на этом диске вот так вот это выглядит этот диск понравился также я купил такую вот оперу это у нас Гайден я так понимаю поет Антал Дорати или это оркестр Антала Дорати тут я как бы не силен в этом плане потому что я больше интересуюсь именно музыкой а не кто где поет и кто на чем играет таким я интересовался когда был подростком мне это было очень интересно сейчас мне больше интересно именно звучание музыки может это неправильно но столько времени просто нет на все это АДД диск то есть аналоговая запись потом цифровой мастеринг а здесь у нас кстати у Бони Тайлер Columbia не вижу какой диск ну сразу так ребята не вижу какой мастеринг не могу сказать в общем неплохой диск классная классная музыка классно играют ну можно послушать не скажу что шедевр исполнение вокальное но неплохо неплохо так и и и и и последнее остается по моему это 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 мы переходим как раз приятной части мне подписчик youtube канала мой зритель подарил достаточно внушительную пачку дисков многие из них фирменные ну в общем очень круто ребят очень благодарен спасибо это приятно реально приятно когда то что ты делаешь рассказываешь вот имеет отклик в вас и вы оцениваете и хотите сделать что-то приятное мне это замечательно так вот ребята рассказываю про этот замечательный подарок если у вас есть такое чувство то пожалуйста не тоже не держите его все без проблем я буду очень рад вот смотрите это Depeche Mode Music for Maze Depeche Mode тут два диска как мне сказал владелец подаривший это что это фирменные диски я включил вы знаете и меня как-то сразу зацепило единственный момент что я как-то вот на автомате я прочитал Depeche Mode а про себя так у меня в голове Pet Shop Boys я сижу слушаю и думаю какой-то Pet Shop Boys ну и немножко не похожий какой-то странный но классно потом слушаю да нет это же Depeche да Depeche Mode очень хороший альбом единственный минус я с удовольствием просто сразу его проглотил весь когда включил даже хотя хотелось еще посмотреть какие диски там есть но вот я его первый включил и его и прослушал с огромным удовольствием в общем то очень такая ну прикольная музыка но если Depeche слушали здесь он не такой жесткий альбом скажем так не такой не то что жесткий не такой холодный альбом да он какой-то более спокойный а мастеринг здесь DDD три буквки D ну вот качество звука Настя ну так себе очень так себе плохенько я даже подумал что это какой-то левак но вот владельцам я заверил что это ну реально настоящий фирменный диск вот просто наверное запись такое бывает часто особенно которые DDD не знаю на чем тогда писали не умели может мастерить как-то правильно потому что вообще DDD это это просто капец по качеству это супер вершина он Эрик Клэптон например Unplugged альбом это просто виск восторга DDD но есть и такие варианты DDD когда хочется плакать от горя это почти все диски Дитера более на его его Blue System они просто ужасно записаны вот и здесь тот же случай когда запись плохая это не уменьшает классность этого альбома очень прикольный альбом поэтому можно слушать еще бы качественную запись но наверное такого уже не будет никогда потому что его же не переигрывать по новой в конце концов как это получить запись уже сделана в свое время металлика тоже очень сильно ругалась на то что альбом magnetic field с DR рейтингом ну диапазона 3 хотя там 10 должно быть хотя бы ну 9 уж вообще ну не 3 просто капец динамический диапазон не существует его просто там почти все на максималках вот боб дилан тоже на вот эту компрессию очень сильно динамический диапазон ругался следующий диск это у нас КТ Тунстан что ли ребята я извиняюсь я не знаю таких просто исполнителей первый раз вижу вернее первый раз увидел когда получил эти диски КТ Тунстан глаз в телескопе альбом в общем что я хочу сказать эта музыка такая знаете смесь электроники как-то Аделия Нора Джонс и больше всего мне эта группа наполнила группа Кадибастан очень похожая но на мой взгляд Кадибастан круче конечно у них больше хитов но неплохая ну вот знаете что специально бы я такое покупать пошел и концерты собирать нет но просто послушать без проблем вот в общем такая вот вещь внутри это вот так вот выглядит вот следующее дядька такой вот каюсь никогда не слышал ранее ну название что бой джордж я слышал но вот реально никогда не слышал как он поет и это было мой первый такой опыт экспириенсы и знаете крутой детик поет офигеть как очень хороший голос приемы голосовые то есть прям реально вот если прийти в магазин я бы увидел вот это вот размалеванного дядьку я никогда не подумал что это что-то путное и его надо купить и стоит послушать но но я был очень приятно удивлен потому что я включил это ничего себе классно я такой готов послушать это классная песня это классный вокал ну это вот офигенная штука поэтому если никогда не пробовали послушать то то я посоветовал бы значит следующий подарок это у нас группа зодиак я честно говоря подумал может это наши ну нет это какая-то рок-группа старый хард-рок ну неплохой но как без откровений неплохо просто неплохо старый добрый хард-рок в стилистике хард-рока 70-х годов скажем скажем так конца 70-х вот ну в общем то диски для девочек кончились ребят теперь я вам покажу диски для мальчиков которые вообще там восторг вам не дикий вызвали это у нас убойная связка но потихонечку полигонечку Ozzy Osborne альбом Undercover в общем Ozzy я давно уже не слышал ну вообще я люблю Ozzy но как так получилось что долгое время его не слушал не слышал и вот я включаю этот альбом и вот с первой же песни я понимаю за что я очень люблю вокал Ozzy ну это просто бесподобно ну он просто уникальный вы наверное знаете что сам Ozzy он признан мутантом алкоголь его изменил на генетическом уровне это подтверждено он реальный алкогольный мутант с его уникальным голосом кроме того это как говорится папа металла хэви металла да ну альбом сам по моему на мой взгляд средненький но блин вокал какой классный вокал это просто кайф невероятный так и дальше у нас офигеннейшая вещь идет подборка Уда и ребята я просто я обожаю акцепт я обожаю вокал Уда Диркшнайдера это просто для меня долгое время просто был кумиром в хэви металл да и сейчас я обожаю его музыку и вот когда я увидел в подарок вот такой вот альбом Faceless World я просто ну без слов и насколько я обрадовался вообще этот альбом он на том же озоне он офигеть какой дорогой я на него все смотрел смотрел как бы все хотел разориться на него ну вот к счастью получил такой подарок огромный и вот этот альбом Уда Faceless World сам Уда он в интервью он рассказывал что это лучший альбом который когда-либо он создавал пел действительно вот каждая песня это просто супер хит великолепнейший но сейчас может быть он считает Уда что там какие-то другие альбомы лучше потому что с этих порта уже много лет прошло но блин он 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 такой же офигенный даже лучше наверное чем Animal House и ну как бы в лучшие альбомы я назову акцептовский Balls to the wall Animal House и Faceless World это просто три жемчужины хотя я обожаю также Breaker 81 года а Metal Heart я очень люблю 85 года ну это просто жемчужины это все песни супер хиты супер боевики просто обалдеть так следующее что я хочу показать это тоже альбом очень крутой это у нас Man Machine в общем ребята тоже очень классный альбом на мой взгляд он немножечко уступает странный какой-то диск limited edition вступает он немножко к Faceless World и очень похож он какая-то смесь Animal House и наверное это Russian Roulette Russian Roulette где вот песня была TV Wo и так далее ну очень классный тоже офигенная штука следующий у нас Uda Mission No номер X ребят я пока его только чуть-чуть там пару песен послушал не знаю будут поток впечатлений создавать ну Uda вон и есть как бы и последний альбом это у нас Rev Raptor тоже Uda вот по этому альбому у него немножко другое звучание то есть даже не немножко а очень сильное множкое другое оно какое-то более жесткое более агрессивное ну не знаю понравится мне не понравится это все дело на Азоне опять же такой диск очень дорого стоит ну реально дорого там вот вот поэтому спасибо но надо послушать может мне наоборот еще больше понравится нет не знаю пока вот внимательно не слушал не было времени в общем ребят спасибо за такое как бы внимание за вашу благодарность я вам благодарен что вы меня смотрите что делать такие подарки в общем то жизнь становится для всех приятней в общем понравилось видео поддерживайте канал всем пока и до новых видео до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч